Дмитрий Владимирович, я хочу вас от всего сердца поздравить с профессиональным праздником. Вижу очень часто вас по телевизору и знаю, что достается очень сильно. Спасибо вам, что вы есть такие, что вы стоите на защите нашего порядка. Если бы не вы, не Минск, если упадете, то это все. Никто нас уже не спасет и будет здесь полнейший беспредел. Спасибо, все будет хорошо, никаких проблем даже и не предвидится. Поэтому спасибо огромное. Спасибо за слова поддержки, все будет отлично. Спасибо, очень приятно. Да, Дмитрий Владимирович, я знаю, что короной болеется. Я тоже болел, у меня так получилось, что сложно болел полтора месяца. Хочу сказать самое главное, чтобы были на позитивы по поводу короны. Она вылечивается. Это так, конечно, колбасит, но тем не менее. Поэтому крепкого вам, крепкого здоровья. Спасибо. Мне уже все отлично. Буквально пару дней я в госпитале провел, а сейчас ни температуры, ничего нет. Все хорошо, все прекрасно. Поэтому все нормально. Спасибо. Ясно. Приезжайте, если будет возможность, будете проезжать мимо Октябрьска, так как Гомельская область. Я всегда буду рад вас видеть и встретить, и поговорить, и все. Спасибо огромное. То же самое. Будете в Минске, всегда телефон у меня доступен. Я, несмотря на то, что послевали и так далее, ничего не поменял, все телефоны те же. Поэтому все хорошо, круглосуточно на связи. Все, спасибо. Всего счастливого. Спасибо, есть на связи. Ну, пока. Владимир Ильич, добрый день или вечер. Добрый, добрый, Руслан. Да, 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 да. То я думаю, поздравить тебя с Новым годом. Все. Боюсь позвонить. Там, наверное, все на передовой. Так это самое. Все нормально, Руслан. Все хорошо. Как там? Да нормально. У нас, ты знаешь, Владимир Ильич, по сравнению с вами, так как бы ничего вроде бы и не было. Вот так. На периферии вообще спокойно, тихо так. Это вот смотришь в Минск. Я уже, честно говоря, думал, блядь, в воскресенье третьего этого вообще ничего не будет. Нежишь какие-то. Вышли же, блядь, все равно сволочи, блин. Угу. А еще выбрасывают это у нас тоже вот эти Гомель-97, там, вот эту всякую херню. Вот какой-то в лес пошли, поставили елку, в масках ходят, поклоняются. Ну, это такая вся мелочевка, блядь, пойми, это все такие движения происходственно организованные. Так я не к тому, что она, понимаешь, я смотрю, до чего уж мозгов вообще нету, блядь, чтобы так поклоняться вот этому БЧБ, блядь, слагу этому. Это просто ужас, блядь. Это, наверное, психикой надо даться уже, блядь, так вот. Разберемся, все будет хорошо. Как там? Не, нормально, у нас нормально. Я хотел, вот это самое смотрел, вот эти вот по начальнику Пинского, знаешь, вот это наш командир бывший. Да, 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 да. Так там тоже, оказывается, так. Да, да, да. У него же тоже там, я смотрю, так неспокойно было же, да? Ну, были там жесткие движения немножко, лавочки точно повырываю, знаю, повырывали там пацаны, немножко работали в этом плане. Это, ну, были там движения, были и были. Там вроде бы уже подуспокоилось тоже все. Да, везде все подуспокоилось, все будет хорошо. Люди в любом случае вернутся нормально. Нет, дай бог, конечно. Я услышал, хорошо. Будешь в Минске всегда рад видеть? Ну, то же самое будешь. Будешь у нас на территории, приезжай, всегда рад буду видеть. Спасибо, спасибо. Наступающим Новым Годом, наступившим. Спасибо. Скажи, пожалуйста, а если приехать там где-нибудь на рыбалку какую-то стаскаться или еще что-нибудь, что-нибудь там есть у вас? Ну, только не зимняя. Так есть. Ну, ну, нет, местная. Есть, Владимир Владимирович, у нас есть в лесу охотничий домик от лесхоза. Там вообще такая красотища двухэтажный, бильярд на втором этаже, на берегу Затона. Там вообще просто банька с лука, лук профессиональный пострелять. Дружище, если что, наберу, в принципе, ближе уже к лету там. Если что, там вырву несколько дней, приеду. Обязательно приеду. А по деньгам там что? Решим это. Все нормально здесь. У нас, как бы, взаимодействие, скажем, между организациями отличное. Все, дружище, услышал. Спасибо тебе огромное. Все, будем на связи. Удачи всегда. Пока, давай.